Неподалеку от Белого дома площадь генерала Першинга. Фигура поистине историческая. В 1916 году подавлял мексиканскую революцию. С 17-го командовал экспедиционными войсками в Европе. Сегодня это имя известно больше по названиям ракет. Першинг-1, Першинг-2. В начале 80-х началось на сей раз ракетное американское вторжение в Европу. Американский Першинг-2, а по другую сторону мировой межи советская СС-20. Дальность полета до 5500 километров. Точность попадания до нескольких метров. Время полета до цели считанные минуты. Не успеешь перевести дух. Чем не шедевры военно-технической мысли? И вот пришло время, когда этим смертоносным шедеврам наступает конец. Мы знакомы с мудрой старой русской пословицы. Я уверен, вы ее знаете, господин генеральный секретарь. Хотя при моем произношении понять ее будет трудно. Эта пословица гласит. Доверяй, но проверяй. В каждой встрече вы это повторяете. Мне нравится. Это соглашение предусматривает самый строгий режим контроля, который когда-либо осуществлялся, когда группы инспекторов будут практически проживать на территории другой страны. А также иные виды проверки на местах. Я хочу процитировать еще одну русскую пословицу. Как видите, я становлюсь специалистом по русским пословицам. Урожай бывает не столько от росы, сколько от пота. Для всех, но прежде всего для наших двух великих держав договор, текст которого находится на этом столе, открывает большой шанс, позволяющий выбраться, наконец, на дорогу в сторону от грозящей катастрофы. Мы обязаны использовать этот шанс сполна в совместном движении к безъядерному миру, который обещает нашим детям и внукам, и детям этих внуков, полноценную счастливую жизнь без страха и без бессмысленной траты ресурсов на средства уничтожения. Можно гордиться тем, что мы сажаем этот росток, способный превратиться в могучее дерево мира. Пусть 8 декабря 1987 года станет датой, которую занесут в учебники истории. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В течение нескольких лет женщины английского городка Грином Комман несли бессменную вахту протеста против превращения их земли в ракетную мишень. И они добились своего. Господин президент, я предлагаю эти ручки на память. Придется, что вы должны принимать государство. Можно даже отменять. Я думаю, что мы должны поменять. АПЛОДИСМЕНТЫ Прийти к сегодняшнему соглашению было непросто. АПЛОДИСМЕНТЫ Знатоки американской политической сцены давно писали о в некотором роде противоположных ролях, которые играли такие две видные фигуры, как министр обороны Каспар Уайнбергер и государственный секретарь Джордж Шульц. Строились догадки, кто больше влияет на президента и выражает дух администрации Рейгана. Чаще поднимали вверх перчатку агрессивного министра. Но нынче Уайнбергер в отставке, а Шульц сможет по праву гордиться причастностью к первому договору между двумя великими державами, который означает реальный процесс сокращения ядерного оружия. Впрочем, бог с ней, с личной конкуренцией в недрах администрации США, для нас важнее, что в ней постоянно борются две противоположные тенденции в отношении к Советскому Союзу. Нужно или не нужно. Можно или нельзя искать договоренности с нами, по острейшим мировым проблемам. Сегодня более трезвая, реалистическая позиция, кажется, получила свой шанс. Восьмого декабря из Москвы в Вашингтон была отправлена телеграмма Михаилу Сергеевичу Горбачёву, Рональду Рейгану. Сегодня у нас родились сыновья-близнецы. В честь исторического события, подписания советско-американского договора, мы решили назвать их Михаил и Рональд. Уверены, что наши дети будут жить под мирным небом. Галина и Вячеслав Сахарова. В те декабрьские дни в Вашингтоне Встреча в Верхах была как бы звездой, светилом, вокруг которого вращались планеты малых встреч, созвездия народной дипломатии. Мы в галерее Уакера, Урсити и МакГинс. Личные контакты между американцами и советскими людьми лучший способ преодолеть антагонизм межгосударственных отношений. Так считают организаторы галереи. Сюда приходят те, кто уже побывал в нашей стране и кто собирается или пока только мечтает к нам приехать. Музыканты, писатели, художники. Музыканты, писатели, художники. Фотограф Питер Коста. Для меня большая честь поехать в Москву, в вашу прекрасную страну. Я предвкушаю интересную работу, сделаю фотографии. Это фантастика. Поэт Рубен Джексон. Представляю какое-то испытание читать стихи в стране, где к поэзии проявляется больше уважения, чем в Соединенных Штатах. Буду рад встретиться с людьми искусства, обменяться с ними идеями. Я глубоко этим взволнован. Великих держав договор, текст которого находится на этом столе, открывает большой шанс, позволяющий выбраться, наконец, на дорогу в сторону от грозящей катастрофы. Мы обязаны использовать этот шанс сполна в совместном движении к безъядерному миру, который обещает нашим детям и внукам и детям этих внуков полноценную счастливую жизнь без страха и без бессмысленной траты ресурсов на средства уничтожения. Можно гордиться тем, что мы сажаем этот росток, способный превратиться в могучее дерево мира. Пусть 8 декабря 1987 года станет датой, которую занесут в учебники истории. КОНЕЦ В течение нескольких лет женщины английского городка Грином Комман несли бессменную вахту протеста против превращения их земли в ракетную мишень. И они добились своего. Неподалеку от Белого дома площадь генерала Першинга. Фигура поистине историческая. В 1916 году подавлял Мексиканскую революцию. С 17-го командовал экспедиционными войсками в Европе. Сегодня это имя известно больше по названиям ракет. Першинг-1, Першинг-2. В начале 80-х началось на сей раз ракетное американское вторжение в Европу. Першинг-2 а по другую сторону мировой межи советская СС-20. Дальность полета до 5500 километров. Точность попадания до нескольких метров. Время полета до цели считанные минуты. Не успеешь перевести дух. Чем не шедевры военно-технической мысли? И вот пришло время, когда этим смертоносным шедевром наступает конец. И трезвая реалистическая позиция кажется получила свой шанс. Восьмого декабря из Москвы в Вашингтон была отправлена телеграмма Михаилу Сергеевичу Горбачёву, Рональду Рейгану. Сегодня у нас родились сыновья-близнецы. В честь исторического события подписания советско-американского договора мы решили назвать их Михаил и Рональд. Уверены, что наши дети будут жить под мирным небом. Галина и Вячеслав Сахаровы. В те декабрьские дни в Вашингтоне Встреча в Верхах была как бы звездой, светилом, вокруг которого вращались планеты малых встреч созвездия народной дипломатии. Мы в галерее Уакера, Урсити и МакГинс. Личные контакты между американцами и советскими людьми лучший способ преодолеть антагонизм межгосударственных отношений. Так считают организаторы галереи. Субтитры создавал DimaTorzok Прийти к сегодняшнему соглашению было непросто. Знатоки американской политической сцены давно писали о в некотором роде противоположных ролях, которые играли такие две видные фигуры, как министр обороны Каспар Уайнбергер и государственный секретарь Джордж Шульц. Строились догадки, кто больше влияет на президента и выражает дух администрации Рейгана. Чаще поднимали вверх перчатку агрессивного министра. Но нынче Уайнбергер в отставке, а Шульц сможет по праву гордиться причастностью к первому договору между двумя великими державами, который означает реальный процесс сокращения ядерного оружия. Впрочем, бог с ней, с личной конкуренцией в недрах администрации США, для нас важнее, что в ней постоянно борются две противоположные тенденции в отношении к Советскому Союзу. Нужно или не нужно. Можно или нельзя искать договоренности с нами по острейшим мировым проблемам. Сегодня более... Мы знакомы с мудрой старой русской пословицей. И я уверен, вы ее знаете, господин генеральный секретарь. Хотя при моем произношении и понять ее будет трудно. Эта пословица гласит. Доверяй, но проверяй. Максимум это ДОВЯЙ, НОПРОВЯЙ. ТРАСТ, ВОТ ВЕРОФАЙ. Пар, с этой встречи вы это повторяете. Вы повторяете это в каждом встрече? Мне нравится. Мне нравится. Это соглашение предусматривает самый строгий режим контроля, который когда-либо осуществлялся, когда группы инспекторов будут практически проживать на территории другой страны, а также иные виды проверки на местах. Я хочу процитировать еще одну русскую пословицу. Как видите, я становлюсь специалистом по русским пословицам. Урожай бывает не столько от росы, сколько от пота. Для всех, но прежде всего для наших двух... Неподалеку от Белого дома площадь генерала Першинга. Фигура поистине историческая. В 1916 году подавлял Мексиканскую революцию. С 17-го командовал экспедиционными войсками в Европе. Сегодня это имя известно больше по названиям ракет. Першинг-1, Першинг-2. В начале 80-х началось на сей раз ракетное американское вторжение в Европу. Время полета до цели считанные минуты. Не успеешь перевести дух. Чем не шедевры военно-технической мысли? И вот пришло время, когда этим смертоносным шедеврам наступает конец. АПЛОДИСМЕНТЫ Американский Першинг-2 а по другую сторону мировой межи советская СС-20. Дальность полета до 5500 километров, точность попадания до нескольких метров. Это соглашение предусматривает самый строгий режим контроля, который когда-либо осуществлялся, когда группы инспекторов будут практически проживать на территории другой страны, а также иные виды проверки на местах. Я хочу процитировать еще одну русскую пословицу. Как видите, я остановлюсь. Мы знакомы с мудрой старой русской пословицей. И я уверен, вы ее знаете, господин генеральный секретарь. Хотя при моем произношении понять ее будет трудно. Эта пословица гласит. Доверяй, но проверяй. The maxim is, доверяй, но проверяй. Trust, but verify. You repeat that at every meeting. I like it. Мне нравится.